Так, ну вот, у меня очень быстро истекает карточка, мне приходится потом очень долго перегонять видео, пока я перегоняла уже начались сумерки, свет изменился. Но я очень люблю доделывать, когда я что-то начала, то мне проще доделывать, чем возвращаться к этому каждый день. Вот, говорили мы о серьгах, вот, и вообще о украшениях. Так, и я как раз вот благодаря вам, благодаря тому, что надо вам показать и рассказать, я начала об этом во всем копаться и решила свою неожиданную проблему. Потому что у меня, вот, помните, я вам жаловала, что вот к этому курье от Сваровски, вот этот вот замечательный, который я купила, потому что хватали все японки. То есть японцы, пришла делегация японцев в Пантаун, по-моему, или Галерея Лафайт, я не помню, и просто как с цепи сорвавшись начали хватать. Я думаю, если японки что-то хватают, значит, это, наверное, очень круто. Вот, и купила. И, короче говоря, я нашла к ним, тут же, пока с вами разговаривала, вот такие серки. Как бы мне их показать, чтобы они сразу, чтобы камера сразу сфокусировалась. Чего производства, я не знаю. Куплены они в России в 98-м году. Тут очень тонкая работа, тут вот такой вот кристаллик крутится. Тут всякие колечки, сейчас вот я крупным-крупным вам покажу. Вот. Я их очень люблю, но вот они как-то отдельно, они недостаточно. А тут вот с этим колье вместе, почему-то это очень прямо, они, можно сказать, нашли друг друга. Так что это будет очень счастливый ансамбль. Я его одену на первый же светский раут. Вообще, вы меня очень вдохновили. Вот тот факт, что я вам рассказываю, показываю. Потому что меня очень просили по поводу этих моих украшений. Сразу я поняла, что это надо, конечно, носить. Потому что, чтобы это превращалось в бабушкин сундук, это, конечно, обидно. Дальше я вам покажу. Я вам говорила о моем любимом дизайнере, который не хочет, чтобы его пиарили. Он не хочет, чтобы его называли. Потому что он боится поссориться с теми владелецами бутиков, для которых, почему заказы он делает. Он не хочет, в общем... Ну, короче, пока мне не удалось говорить, не могу вам сказать, кто это. Короче говоря, вот такая прелесть. Думала я, что они летние. Но сейчас я вижу, что они вполне всегда куда угодно. Это такое нежнейшее сочетание цветов. Бледно-салатовые, бледно-сиреневые. Какие-то золотистые, розоватые, пастельные. Тончайшие пастельные. Вот такие клипсы он делает. Обожаю я его. Просто очень люблю. И он же делает... Я вам нашла, наконец. Я вам говорю, что он любит такие делать украшения, которые обнимают ушко. Вот такие. Минуточку. Вот такие клипсы. Тончайший подбор оттенков кристаллов. Сейчас сделаю. Вот видите, в виде веточек. Какие-то из них прозрачные, какие-то из них матовые. Чем-то таким отсвечивают. Я же говорю, что после того, как я с ним стала, я больше уже не никому. Я прихожу к ним и уношу. Очень много заказываю у них, чтобы в моих оттенках было. Вот мне кажется, что это просто на каждый день. Это абсолютно безупречно. И я вам уже показывала его же тоже работу. Тоже в таких оттенках, но более темных. Немножко иначе делает. Это в таких более синих. Так оно выглядит. Я так у него сразу все скупаю, чтобы потом не бояться, что я повторюсь. И в сочетании с ним я вам покажу. Это чисто Сваровский. Это вы можете купить в Москве. Они лежат. Стоят они у вас 200 евро. У нас они стоят 124. Это классическая продукция Сваровский. Просто такие висящие серги. Белые и синие кристаллы. К этому еще существует колье. Но там просто сочетание белых и синих камней. Не знаю. Мне кажется, это примитивно и безумно дорого. Пока что. Потому что я должна вам сказать, что Сваровский я научилась покупать только с 50% скидкой. Никаких полных стоимостей. Это полный бред. Почему? Потому что у них каждый... Они не все снижают. Они снижают часть. Но у них есть сайт, на котором снижается на 50%. В магазинах на 30%. Но если на сайте есть скидка 50%, вы приходите в магазин и показываете распечатку сайта. И вам обязаны продать за пол цены. Даже если у них указано 30%. Потому что иначе Сваровского произведения они очень дорогие. И они не стоят своих денег. Все-таки. Потому что это уже... Вот у меня такое есть колье от Сваровский. Сейчас я вам покажу. Белые кристаллы тоже я купила в тот момент, когда... Оно такое... Я долго сомневалась. Это такие снежинки. Оно огромное. Когда я его одела, это был в магазине Пхантал, по-моему. Уже все смотрели только на меня, потому что оно привлекало внимание. Не потому что я привлекала внимание. Потому что оно привлекало внимание. Серег к нему нет. Это надо самим подбирать что-то. Ну вот это не колье, а сооружение. Просто. Это коллекция прошлой зимы. И потом мне одна продавщица выдала, где потом найти стоки Сваровского. Когда заканчивается коллекция, они просто ее ликвидируют. Я спросила, куда. Мне никто не хотел отвечать. Но с журналисткой практикой я все-таки ответ всегда выколочу. Вот. И поэтому в магазины я больше не пойду. Я знаю, куда я поеду. Это надо ехать. Это не в Париже. Это далеко. Чтобы посмотреть, что осталось от предыдущих коллекций. Может быть, что-нибудь меня и завлечет. Вот. По-моему, я вам показывала вот это вот колье от Сваровский тоже. Такое. Оно все из матового. И матовое, и сияющее. Вот тут вот матовое по центру. А тут дальше сияющее. И тут уже сияющее всеми цветами радуги. Они очень тонко играют своими кристаллами. И тут еще эти все подвески. И матовое, и сияющее. Вот. Этого нету. Потому что это прошла коллекция в прошлом году и закончилась. Вот. Сначала я как дурочка покупала Сваровский. За 100%. Потом я, поскольку я уже была клиенткой, значит, меня зачислили в какой-то клуб. И в этот клуб, значит, предупреждают, когда до сольдов начинаются только для членов клуба, значит, скидки. Как бы это негласно, за это такой секрет делается. Но на самом деле все гораздо проще. Идете на сайт и ждете, пока там на 50% снизится цена не на все, а на какую-то часть. И с этой бумажкой. Хотите, по почте заказывайте. Но это у СП, это, по-моему, УПС. Это ужас, да? Они очень плохо доставляют. Либо идете в магазин с этой распечаткой, говорите, мне вот это вот нужно. Если у них нет, они вам скажут, по какому адресу это есть. И все. Вот. О чем бы мне вам... Что вы хотите, чтобы я вам еще показала? Я думаю, что с кристаллами я закончила. У меня это головная боль, это последнее колье, потому что я не знаю, что под него подобрать в уши. Но у меня есть такие просто, такие кристаллики. Что-то такое, наверное, совсем нейтральное. И вот это вот огромное тоже, это снежинки, тоже я пока... А, да, нет, ничего глупости говорю. Есть у меня подснежинки. Снежинки, они же там квадратные. У меня есть вот такие вот серьги Сваровские, которые тоже геометрически квадратные. Такие вот. Как раз это очень... Там они и темные, и светлые, вот так они играют. Очень такой модерн. Я их купила в новой коллекции. Как только я их увидела, я их сразу купила. Иногда невозможно сопротивляться. Иногда это прям сразу боишься просто упустить. Вот. И они идут, значит, вот с этими квадратными кристаллами. Вот я вспомнила. Я начинаю забывать из-за того, что я это не очень пользую. Так, еще есть пять минут. Что я еще хотела вам сказать? У меня в какой-то момент было извлечение длинненькими такими, знаете, сережечками, которые вот до ключей, все опускаются. Как же зовут девушку? Таточка, по-моему. Таточка есть такая. Она то ли украинка, то ли молдаванка, то ли она в Молдавии живет, и украинка. Не помню. Ну, в общем, у нее обычно вот такого типа серги. Сейчас я вам на картоночке покажу, потому что на картоночке очень-очень хорошо фокусируется камера. Вот они делают индусы там со всякими камушками. Естественно, это не драгоценности. Я вам показываю только бижутерию. И лежит у меня дома только бижутерия. Я не сумасшедшая, чтобы держать в доме ювелирные украшения. Вот, ювелирным украшением место в сейфе, в банковском. И вынимаются они оттуда только по очень торжественным случаям. Это меня научили французы много лет назад. Все так делают. Никто дома не держит никаких бриллиантов, ничего. Потому что, мало ли, вдруг потоп, вдруг пожар, вдруг еще что-то. Зачем это нужно? А бижутерия, она бижутерия есть. Вот, вот такие вот мне нравятся. Вот те, которые слева. Это все, конечно, недорого. И выглядит оно недорого. Но когда оно под длинными волосами вот так вот доключится, опускается такая ниточка, а тут волосы, то это все удлиняет, подчеркивает шею. Это очень мило и симпатично. Потом, значит, есть еще вот такие. Тоже. Ну, вот они у меня так по картонкам, по два. Я их там купила, все, что было. Тут вот такие вот весюлечки. Видите, они тут болтаются. Под каждой петенькой еще какая-то веселечка. Ну, в общем, летом, летом это все очень миленько и веселенько. Ну, даже и зимой можно, в принципе, носить и сейчас. Это все не лишнее. Вот. Потому что все это очень женственно. Я сейчас заканчиваю и перехожу к следующей серии. Подписывайтесь на мой канал. Кто-то там утверждал, что это ради вашей пользы. Нет, ну, просто подписывайтесь, чтобы не теряться. И если я пропала на 2-3 недели, не отписывайтесь. И если я вам не отвечаю на ваши комменты, тоже не отписывайтесь. Просто, ну, не могу я, не могу я столько времени этим заниматься. Вот сколько могу уделять, столько могу. Читайте мои статьи в прессе, смотрите мои видео на французском канале. Смотрите, сколько я всего делаю. У меня еще блогов штук 5, по-моему. Я очень много общаюсь. Поэтому на вот этот вот канал в Ютубе там какое-то время уходит. Но какое-то время я просто должна уделять другой аудитории и другой благосфере. Но в любом случае, спасибо вам огромное за то, что вы меня слушаете. И я перехожу к следующей записи. Все, пока. А тут свито.